4 ноября вся Россия отметила праздник День Народного Единства. Во всех городах России в этот день прошли массовые митинги и шествия, организованные различными политическими партиями и общественными движениями. Не стал исключением и Славянск-на-Кубани. Торжественный митинг в этот день состоялся на Театральной площади. Подробности в материале моих коллег. День Народного Единства стал государственным праздником по инициативе Межрелигиозного Совета России. Впервые эту дату отметили 4 ноября 2005 года. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под председательством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Во всех муниципалитетах в этот день прошли митинги, концерты, торжественные собрания, тематические встречи, спортивные соревнования. На театральную площадь Славянска-на-Кубани пришло около 800 человек. Представители общественности, молодёжных и ветеранских организаций, профсоюзных и национальных объединений, казачества и органов власти. Всех, кто пришёл на площадь в этот день, поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мы все граждане России, любовь к родине, глубинное нравственное родство соединяет нас с нашими предками. И так же, как они, мы продолжаем укреплять единство нашего общества, понимая, что это залог успешного развития нашей страны. Также в этот знаменательный день глава Славянского района и заместитель начальника отдела УФМС России по Краснодарскому краю в Славянском районе Олег Ступишин в торжественной обстановке вручил 10 старшеклассникам главный документ гражданина Российской Федерации – паспорт. Продолжил праздничные мероприятия концерт в единстве народов Великая Сила. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».